Ник Римшел, диджей на BBC1, решил закончить свою карьеру ради диджей и уйти. Ну, когда-то, короче. И в чём прикол, что так как я дальнобойщик, и днём я за рулём, я обычно слушаю радио. Иногда бывают аудиокнижки, если могу подключиться к Bluetooth, но в основном радио. И когда жил в Манчестере, я слушал это, да, Hit Radio, Capital FM, но в основном возвращался радио один. И вот этот там Ник Гримшел и Грэм там утром они когда делали. И вот ты его как бы слушаешь, и он как бы, его интересно как бы. Ну, он такой позитивный, позитивный, ну, гей, но это не важно, позитивный чувачок. Все время с юмором, молодец. Но самое смешное, что ты только его слышишь, а представляешься его немножко по-другому. Ну, ну, может принять какой-то другой диджей, но интересно, потому что, как я работаю там, 8 по 10 часов в машине на радио, и ты как-то, когда слушаешь кого-то, ты уже как бы... Он становится таким родным, как вот Сергей Михеев, его железная логика на радио. Если кто-то в России там ездит, он тоже, блин, все слушает, или кто слушает, да. И вот, представьте, что он в один момент решил уйти на пенсию или просто перестать заниматься. Конец эры, ну, что ж поделать. Так, ну, Ник Кримшо, он в BBC Radio 1 диджей, он решил уйти, ну, не уйти, но уйти диджей, 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 диджей. И он работал на BBC Radio 1 диджей за 14 лет. И, strangely enough, как лори-драйвер, я, может быть, около 2 лет, я слушаю на BBC Radio 1 диджей, и люди, диджей, они становятся так близко к вашему рутину, когда вы слушаете, что-то, 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 и когда они начали с COVID-19, и они давали за его рутину двойную кровь, а каждый страной в Европе, даже на Россию, это было интересно. И это ближайшее время. Ну, я надеюсь, Ник Кримшо, вы найдете кого-то еще. 14 лет? Это очень много времени, чтобы, ну, это что я хотела. чтобы сказать, чтобы поделиться.